В помощь мобильным бригадам врачей на базе Самарского медуниверситета появился телемедицинский центр. Перед его сотрудниками стоит задача дистанционно помогать медикам, которые выезжают на вызов к больным коронавирусом и пневмонией. В состав телемедицинского центра входят профессора, доценты кафедр медуниверситета. Консилиум врачей принимает решение, какого лечения придерживаться. Требуется ли госпитализация пациента или он может находиться дома. Я считаю, что эта система полностью оправдывает и лишний раз доказывает, что ВУЗ, лечебные учреждения нашего региона под руководством губернатора, они полностью контролируют ситуацию и оперативно, где-то с опережением решаем поставленные задачи. Не по-самарски бросать пациентов, по-самарски помогать на контроле. И, как говорим, своих мы не бросаем. Задачу создания таких центров регионом поставил президент России Владимир Путин. Министерство здравоохранения Самарской области обеспечило телемедицинский центр техническими возможностями. Университет смог в полном объеме оснастить центр оборудованием, интернетом и средствами связи. Сейчас перед телемедицинским центром стоит задача работать в период работы поликлиник с 10 утра до 6 часов вечера. Но при потребности коллектив готов перейти на круглосуточный режим. Когда возникает такая потребность, сразу через защищенный канал связи Трукомф идет вызов к нам. И мы осуществляем консультацию в виде консилиума. Не только один, например, профессор консультирует, а мнение, и, как вы видели, мнение сразу нескольких коллег, которые являются специалистами в своих областях, и именно дается заключение, которое, кстати, размещается тоже в электронной баллаторной карте пациента. Частые вопросы, отвечать на которые приходится врачам центра, тактика лечения, продолжительность употребления медикаментов, противовоспалительных препаратов, проблемы дальнейшей реабилитации. Сейчас в составе телемедицинского центра 12 специалистов, которые работают по сменам. При необходимости штат будет увеличен. Виктория Шарая, События.